Всем привет, это жизнь барахольщика. Я еду на адрес, позвонила женщина, у которой я недавно был и купил две больших вазы, Мейсона и еще там такую с баранами. И еще там много всяких вещей интересных, часы кругленькие. Она позвонила, сказала, что приготовила еще много-много всяких разных вещей и ждет меня. А вдруг она видела это видео и меня специально позвала. Барахольщик не очень доволен, но я все равно еду к ней на адрес, посмотрим, что она приготовила. Вряд ли какие-то интересные вещи, потому что я у нее такой основной купил, но может быть привезла из другой квартиры и там, может быть, ждет меня счастье и богатство. Я знаю, я продавала свои Чиполины, по 3-4 тысячи. У Чиполина самый дорогой набор. Это самый дорогой набор у Чиполины. Я поняла, что можно было еще и дороже продать. Я, правда, несколько лет назад продала. Ну, у Чиполина там дорогие, они там сеньор помидор. Да, 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 вот у меня много. Они вот такие, вот они стоят по деньгам. А ваши пожелания интересовали на самом деле ватные. Ватные, я знаю, что они очень ценные. Ну, они как бы относительно ценные. Там вот это вот уже, считайте, просто под реставрацию. Вот это тоже просто под реставрацию. Еще вот мы продаем полторы тысячи рублей. Вы мне просто скажите, сколько вы будете брать у нас, как бы, готовые. Вот это гирлянда... Ну, вот это вот гирлянда, вот 500 рублей нам и есть интерес взять. А это? Это вообще не надо. Это вообще не надо. Так, считаем тогда. У нас эти будет, получается, раз, два, три, четыре, пять. Пять по 150, это сколько получается, два, три, четыре. В общем, 300, 300 и 150. Да, 750. 750 плюс 100. Так, что мне интересно, это 700 плюс 100. Это 750, это... Это, грубо говоря, 900, вот так вот, да? 900. Ложки у нас полторы. 4, 400. Так, 4, 300. Значит, давайте на 200 рублей вот это, чего-нибудь здесь наберем, такого. на 200 рублей, чтобы было 4, 500 и потом на 500 рублей. Ну, давайте вот так вот, 4, 500. Да, картину 500. Это будет 5 тысяч. Это получается 5 тысяч, да? Все, как мы упрощиваемся, 5 тысяч. Теперь давайте, вот это вот все 5. Магитофон вот этот, я вижу, разбирали его, здесь вот эти тоже штучки. Вот, скрывали, антенны нет, просто не надо. Вообще не надо, да? Получается 5, 500. Ладно, давайте, видите, вот эти 2, 500. Давайте, 2, 500, и получается 10 тысяч за все. Так. За все я заплатил 12,800. Сейчас более подробнее посмотрим. Ремень. Я сначала не обратил, она сказала, посмотрите, какая пряжка. И я его купил за 200 рублей. Такой довольно-таки приятный. Кожаный ремень с какой-то такой вот старенькой пряжечкой. Может быть, 50-60-е года. Может, вы знаете, подскажете. Ложки. Ложки, 800-е пробы серебра. Их оказалось 7 штук. Вот такие вот ложечки. Все 800-е. В среднем ложка весит 50 грамм. И здесь получилось, что 7-350 грамм. Эта ложка я купил за 200 рублей. Это за 50. Тоже серебряная ложечка. Мятая. А она уже была у них почти в мусоре лежала. В коробке, которая была на выброс. И я вот ее купил. Щипчики для сахара. 50 рублей. Бусы костяные. Из кости. За 300 рублей. Такая открывашка для бутылок. За 50 рублей. Чайные пары. Это уже Ломоносовский фарфоровый завод. Уже Россия. За 150 рублей. Салфетница алюминиевая. Но весьма красивая какая-то корзиночка с цветами. За 50 рублей. Вот соусник с крышкой. Жалко отколотой ручкой. Но это Гарнер. А нет, это Зулевская фабрика. Фарфор Трест. За 250 рублей. Ну, дорого. Ну, что делать. Это вот. Она отдала запчасти от того кубка. Которую я тогда у нее в прошлый раз купил. Это вот рога от баранов. И от сервиза такая вот ручка. Чтобы я ее приклеил. Спасибо ей огромное за это. Четыре таких чайных пары. Написано Москва. Ломоносовский фарфоровый завод. Их по 150 рублей. Их 4 штучки. Их очень много. Их часто приносит. Ставим по 800. Продаем по 500. Всегда по-разному. 40 лет октября. Пустой альбом из-под фотографий. Он просто пуст. Купили за 100 рублей. Ну, за 500, наверное, его кто-то купит на барахолке. Мельхиоровая конфетница. Жалко, нет вставки такой. Здесь обычно такая стеклянная. Синего стекла. Господи, вставка. Они недорогие. Их уже целиком продают 500 рублей. Ну, в таком виде. Не знаю, 300 рублей бросит. Может кто-нибудь, чтобы подобрать себе домой. Зачем-то она мне дала вот этот деревянный ключ. Вешалку. Ну, бросим его в 200-300 рублей. Под конец, когда я уходил, взял такую вазу. Очень приятную. Но маленькие скольчики присутствуют. За 250 рублей. Приятная вешалка. Такую я вяжу в первый раз. Здесь еще крючочки сделаны. Можно какие-то маленькие предметы вешать. Ну, довоенная. Может быть, не довоенная. Может, 50-70-е года. Черт его знает. Вот она за 100 рублей. Кувшин для воды. Мы все догадали, должна быть здесь крышка или не должна. Но здесь такое гладкое дно. То есть, не дно, а боковины, наверное, нет. Наверное, он без крышки шел. Хотя у меня такие были и с крышками. За 200 рублей. Картинка. Холст, масло, цветочки. Наверное, рисовали, может быть, с открытки. Может быть, с настоящих цветков. А, хотя фамилия даже проглядывается. Ну, старенькая. Наверное, даже, может быть, перетянутая. Ну, не очень старая, но старая. Ну, как старая там. 50 лет, 60 лет. Договорились за 500 рублей. Смена символ. Работающий фотоаппарат. Вроде бы за 150 или за 200 рублей договорились. Вообще, как бы, не очень их хочу брать дорого. Ну, приходится иногда брать синенькая вазочка. В прошлый раз я на нее глаз положил. А вот сейчас она подумала и решила продать ее. За 300 рублей. Ёлочные игрушки. Сначала она оценила все ёлочные игрушки в 15 тысяч. Я офигел. Я увидел вот эту вот игрушечку. Очень хорошая. Старенькая. Вообще приятная. Надо будет посмотреть в каталоге, сколько она стоит. Это, я не знаю, якут или кто-то такой. Такой вот, какие-то традиционные костюм чей-то. Вот эта игрушечка. Тоже непонятно, что у него здесь такая. Типа топорик или что-то такое. Жалко, что растрепанная. Приводить в состояние надо. Ну, личка целая. И эта вот птичка. Я выбрал эти игрушки. Предложил ей сначала 2000 рублей. И в итоге за 2500 я их купил. Бывает, они достаются дешево. Бывает, крайне дорого. Лички целые. Это вот тоже под нога свернутая. Но все равно. Мне почему-то она такая нравится, эти игрушечки покупать. Скоро Новый год. И гирлянды как никогда кстати. Жалко, здесь нет некоторых лампочек. Гирлянда ёлочная, мигающая. 7 рублей 70 копеек. Заплатил я за неё 500 рублей. А в таком замечательном рюкзачке лежит фотоаппарат. Сейчас я его покажу. Фотоаппарат Nikon с крутым объективом. У них умер родственник. Это все его вещи. Он ими пользовался. Тратил деньги. Покупал. Продавал. Что он продавал? Ничего не продавал. Это я покупаю, продаю. Он просто жил, пользовался. Они разгребают квартиру. Эти вещи им не нужны. За квартиру надо платить. Что-то с ней решать. И они распродают вещи хозяина бывшего. И платят, грубо говоря, коммуналку. Какие-то издержки. Вот этот фотоаппарат я купил у них за 1500 рублей. И еще штатив за 500. И еще на столе лежал такой браслетик. Я думал, что вдруг золотой. Он такой тяжелый-тяжелый. И еще характерные вот эти дореволюционные цепочки. Чтобы, если браслет расцепился, он не потерялся. И замок такой. Но оказался он латунный. Сверху покрыт золочением. Пробы не нашел. Если бы была 56-я проба, конечно, была бы совсем другая история. Ну, конечно, бы они быстро обнаружили, что он золотой. А этот я купил за 200 рублей. Адрес получился весьма неплохой. Барахольчик очень доволен. Потратил немного денег. Купил каких-то необычных вещей. Сейчас я буду разбираться в их стоимости. Буду их продавать. И платить аренды, зарплаты, следующую рекламу. И опять по кругу понеслась. Какие-то вещи осаждаются. Какие-то вещи быстро продаются. Какие-то продаются годами. Но скоро Новый год. Так что елочные игрушки, гирлянды. Это быстро продастся. Конечно же, любую вещь можно продать очень быстро. Это все вопрос цены. Но жадность... Хотя какая жадность? Просто здравый смысл. Это продать как можно дороже. Купить как можно дешевле. И на этом заработать. Заплатить все свои траты. И чуть-чуть оставить себя. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, дизлайк. Напишите комментарий. До новых встреч. Пока.